Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в Грейвьярд Кипера. Ну что ж, мы продолжаем заниматься лагерем беженцев, которые теперь находятся буквально в нашем попечении, потому что мы тут им и еду носим, и мы сейчас будем строить всякое разное. Также мы с вами узнали, что объявился некий вампир, который досаждает деревушки по соседству, да, от нас. Тоже надо будет с этим разбираться. Ну и еще, я думаю, нас с вами ждет немало разных интересных вещей здесь. Ну что ж, я вернулся в лагерь, как раз у меня сейчас счастье накопилось. Давайте посмотрим, что мы можем построить. Мы можем построить им жилую палатку и колодец. Так, здесь нужно аж три счастья, она сразу потратится получается, да? Ну, давайте, наверное, колодец построим, им все-таки вода тоже, наверное, нужна. А потом уже накопим два счастья и построим дополнительную жилую палатку. Поехали! Так, и колодец у нас с вами строя саживают здесь, то есть мы даже не убираем место, я понял. Ну что ж, одно из двух поручений мы с вами выполнили замечательно. И счастье поселенцев теперь увеличилось, я так понимаю, максимальное количество с трех до четырех, да? Угу, ну-ка. А, ну мы здесь сами делать-то ничего не можем. Видимо, они сами будут себе здесь брать воду, когда им это нужно будет. Ну что ж, это довольно интересно. Возможно, даже здесь она будет появляться. Ну, может быть, нет. Короче говоря, главное, что у них по идее теперь все замечательно должно быть. 5% теперь, да, вроде даже повысился здесь немножечко увеличение от этого, собственно, счастья у них. Ну что ж, и следующим пунктом, получается, мы с вами будем строить им здесь еще одну палатку. Посмотрим, появится ли она где-то там. Или, возможно, мы с вами сможем построить ее вот здесь. Потому что здесь какие-то тоже места есть. Непонятно пока для чего они. Но, возможно, в дальнейшем что-то у нас здесь такое появится, что мы с вами сможем сами строить. Но, как говорится, поживем, увидим, да. У нас с вами еще поручение от деревни. Нам с вами нужно разобраться с вампиром. Точнее, нам с вами нужно поговорить с селянами, да. Надо с розой поговорить. Надо с маркизом Теодором-младшим поговорить. А, это построить палатку у него, да-да-да. Распросить нам нужно розу как раз-таки. Так, найти вампира. Харадрик. Ну, это он нам как-то сдал сын фермера. Распросить его вампире также нужно. Ну, короче говоря, с ними совсем нужно поговорить. Будет тоже. Возможно, они нам с вами что-то даже дорасскажут. Так, знаете, не будем сильно упарываться в это, потому что мы с вами уже упарывались до этого. Когда играли, так сказать, другие дополнения. Вот. А сейчас так, по мелочи. У нас, в принципе, денег сейчас очень много. Сто с лишним монет, и куда их тратить, непонятно. Так что, пускай будут, как говорится. Ну, и потихоньку тоже я вот ящички делаю. Иногда отправляю. Там, по идее, должна торговля происходить. У нас с вами тоже все более-менее автоматизировано в этом плане. Ну, что ж. У нас с вами сейчас ночь на дворе будет, да. Поэтому, я думаю, надо подождать. Позаниматься какими-то своими делами. А, давайте, наверное, еще все-таки положим морковку нашему другу Ослику. Как раз тоже морковочки немножко вырастили они. Потому что мы с вами отнесли туда в лагерь большую часть ее. Сейчас заберем давайте. Да, мы немножко возьмем. Я не знаю, сколько штук там. Я не помню, сколько за один раз он берет. Пять или десять. Ну, положу ему там десятку. Надеюсь, что хватит. В принципе, много тоже складывать не будем. Так, а мы сейчас, наверное, с вами и увидим, сколько там нужно. Восемь из десяти. А, ну, у нас здесь уже есть, я так понимаю, восемь, да? А, это я взял каким-то чудом восемь. Ну, короче, нужно десять морковок на один раз, окей. Во, все, другое дело. Держи, Ослик, морковка, тебе целый ящик. И, в общем-то, привози нам один раз. Чего-нибудь хорошее. Так, здесь у нас тоже морковка еще дополнительно лежит. Видимо, для Ослика как раз-таки сюда складывали. Так, соль, чурбаны у нас тут вот. Похоронные сертификаты есть. Ну, это тоже, пускай, здесь, собственно, остается. Нам пока это не нужно добро. Давайте-ка, знаете, куда еще с вами сбегаем? Сейчас просмотрим, как у нас дела там на нашем винном холме творятся. Потому что у нас там тоже какое-то производство и чело. Я не помню, я включал лузану или нет. Ну да, здесь, судя по всему, потихонечку все производится по-прежнему. И товарищ таскает, когда надо таскает. Так, у нас тут три ящика лежит, да? Не, не надо, подождите, подождите, не нужно. Да, у нас такие здесь удобрения дополнительные еще есть. Вот, пожалуйста, семена. Даже компост есть. Ну, короче, у нас, да, все везде забито. Фух, нихрена себе хмеля здесь уже. Уже второй ящик заполняют, он офигеть. Мы просто не успеваем его использовать, на самом деле, да? Ну, давайте, наверное, немножечко притормозим. Тогда зачем нам столько забивать его? Все равно потом потихонечку используем, когда там все переделается у нас в погребе в нашем замечательном. Где как раз занимаемся пивовареньем и так далее. Там тоже зомби трудятся у нас. Тогда уже можно будет опять восстановить, я думаю, производство его. Ну что ж, новый день, утро, день чудесный, как говорится. Мы с ним отправляемся тогда, наверное, в деревню. Думаю, сейчас поболтаем там с жителями. Пойдем мы, конечно же, через наши тайные тропы. У нас тут можно напрямик дойти быстренько докуда угодно, в принципе. Ну, давайте в местной забегаловке расспросим. Вот нам, по-моему, ее нужно расспросить. Так, о, Шармель, здрасте, нифига себе, у нас нет отношений 90. Неплохо. Так, вот нам ты нужна. Это у нас, получается, госпожа Чейн. Да, как раз с ней нужно поговорить. Тебе лучше поговорить с моим мужем, он тут всем заведует. Но нет, нам тебя нужно о вампире спросить. Так, спросите о вампире. Чейн, не могла бы ты рассказать мне кое-что о вампире, который напал на тебя? Нет, не могла бы, не могла бы. Пусть сперва Харадрик извинится за свое мерзкое поведение. Ох, ладно, я его попрошу. Так, ну ее просто. Начинается, что мы тут? Извинятеры, что ли, какие-то? Ну ладно, давайте поговорим. Так, Харадрик, ты что там натворил такое? Попросить извиниться перед Чейн. Давайте попросим. Харадрик, Чейн, настаивай, чтобы ты извинился. Я извинился? Я заставлю любовника жены в собственной спальне. Это я должен извиняться? Представь себе, он меня заметил и сиганул в окно. А она теперь заявляет, что спала в этот... А этот парень был обычным вампиром. Так, интересненько. Может быть, она в чем-то права? Знаешь что, иди к ней и скажи, что я требую объяснений. То есть, о боже мой. Ну да, в лучших традициях, как говорится, сходи туда, сходи обратно и поговори со всеми. Ну нормально. Тебе лучше поговорить? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Попросить объяснений. Ну давайте попросим. Харадрик требует объяснений. Серьезно, объяснений? Иди к нему и спроси, почему он сам в тот день вернулся посреди ночи. Так, а дэм. Слушай, мне жаль, что у вас в семье не вряд ли сын, но себе вообще есть что мне рассказать? Ничего не знаю, я спала. Вопросов больше нет хорошего дня. Погоди, ты можешь поговорить о вампирах со звездочетом? Он упомянул, что на него однажды напали вампиры, давно, 30 лет назад. Короче, понятно, это просто была с любовником. Вампир просто... Звездочет уже старый, просто слишком там сейчас напридумывает что-нибудь нам ясненько. О-о-о, боже мой, ну ладно, ясно. Так, а звездочет у нас там по каким-то особым дням или всегда тусуется, я уже не помню. Вроде бы по каким-то дням он там был, да? Так, да-да-да-да, кажется, да. О-о-о, надо нам еще самим нескоро с ним разговаривать. Ну ладно. О, кстати, смотрите, наш друг-осел как раз-таки едет к нам с новой тележкой за новой порцией. Ну давайте с ним прогуляемся, давайте с ним прогуляемся. Сейчас посмотрим, что он там это самое нам скажет, может быть. Давай, если мы в тебя верим, ты сможешь дойти. Я уже тут, собственно, жду, жду, стою. Наконец-то доехал. Так, вот твоя морковка, давай мне это самое. Плюс тело. Ну и чё? Ничего? Поговорить. Уйти. Ну? Окей, возможно не сегодня, возможно потом. Но в любом случае давайте мы тело положим, как раз пока порции здесь не будет, у нас на супер наших этих холодильничках специально оборудованных положить. Все пускай здесь лежит. Кстати, а как наш друг Черепок поживает? Наверное тоже ничего. Герри. Но вроде бы да, выйти. Понятно, никто с нами не хочет пока разговаривать. А, во, во, во. Дорогой товарищ, мне поручено тебя проинформировать. На последнем пленарном заседании ИКПОП было принято решение. Так. Прости, ИКПО что? ИКПОП. Исполнительный комитет партии Ослиного пролетариата. Так. И ты, между прочим, разговариваешь с его генеральным секретарем. А, ясно, это все объясняет. Итак, ИКПОП принял решение дать тебе последний шанс реабилитироваться в глазах всех просвещенных тружеников. Ну, спасибо. Наша партия переходит к фазе активной подготовки к революционному перевороту. И твоя роль в этом будет ключевой. А если я откажусь? Тогда мы спалим твой дом, кладбище, сад и церковь. Жесть какая. А можно не надо. Ну и самое ужасное, ты подвергнешься публичному порисанию с занесением в партийный черный список. Раш, ты готов помочь. Подойди ближе и слушай внимательно. Как ты понимаешь, это все совершенно секретно, поэтому коммуницировать мы будем через записки. Записки? А как ты собираешься их писать? Меньше знаешь, крепче спишь. Да и не рекомендую их нюхать. Во-первых, с мастерей отправь в нашу почтовую контору книгу рецептов. Это для нашего союзника, крысиного вождя. Он обожает кулинарию, а успех революции невозможен без всесторонней поддержки крыс. Второе. Отправь в контору пять красных яблок, дабы поднять боевой дух угнетенной ослиной коммуны. Ты должен... Погоди, у меня нет никакой возможности отправить все это незаметно. Ты сам сказал это совершенно секретно. Выходит... Выходит, твой долг создать и установить специальный ящик для контрабанды. Опаньки, ладно, это интересно. Может быть. Ты будешь складывать всю контрабанду в ящик. А потом я или другие члены партии будут забирать их по ночам. Но... Ты не волнуйся, справишься, я в тебя верю. Удачи, скрестим хвосты. Так, подождите, какой это хвост мне нужно скрестить с ним? Книга рецептов. Открыли новую технологию, получили знания. Создать книга рецептов. 50 способов приготовить рататуй из овощей и кошек. О боже мой. Постяк как шаверма получается. Какая-то. Нифига себе квестов накидал нам сразу. Так, ну видимо здесь ящик нам с вами нужно построить. А, просто построить и все, ладно. Давайте. Я думал сейчас кем-нибудь нужны будут ингредиенты, материалы. Это что, перчик и яблочко или что это? Такую. Создать. Так, поваренная книга. Письменный стол. Письменный стол 2. Ну это мы сами сделаем у себя. Вот это интересненько. Опять 5 красных яблок. Ну яблоки под на здоровье, пожалуйста. Сейчас прямо сделаем, давайте. У нас вот они тут яблочки наши замечательные, прекрасные. Вон сразу 15 красные яблоки. Как вам такое? С одного дерева-то, между прочим. Вот тут урожай знатный, да? Так, все, отправили яблоки. Сделать, отправить книгу рецептов через ящик. Окей, хорошо. Это довольно забавно. Давайте посмотрим хотя бы на рецепт для этой книги. Что он там из себя представляет. Сейчас с вами будем вспоминать, как мы с вами здесь еще крафтили. А здесь мы с вами столько всего крафтили в свое время. Ядричка, аптечка. У нас куча органов. Тут всякие какие-то ингредиенты. Это жесть просто. Уйма всего. Разных агрегатов, аппаратов и так далее. Но нас с вами сейчас интересует один из них. Что-то вот из этого. Так, это верстак церковный. Значит, письменный стол, скорее всего, это, да? Да, ядричнее вот это, пожалуйста. Да, письменный стол 2. Так, и где же наша замечательная здесь молитва, я так понимаю, только, да? Нам с вами нужна поваренная книга. Во, книга рецептов. Красное вино нужно. А, и все, что ли? Ну, довольно просто, на самом деле. Так, нам нужно перо и чернила. Сейчас будем вспоминать, где-то мы с вами тоже делали. Где-то здесь это делалось. Неподалеку. По-моему, вот тут, кстати говоря. Вот, перной, перной, перо и чернила. А у нас их нет, случайно, может, где-то есть? Или, подождите-ка, здесь показывается, по идее, если у нас где-нибудь оно лежало, то здесь будет зачлочь, как бы у нас есть одно, да? Нам нужно два. Хорошо, сделаем еще одно, так да, перо и чернила. А, три штуки, ну, как бы, неважно. Давай сразу создадим. Сейчас мы с вами отправим их к нему тогда заодно. Так, три штуки есть, контакт. Значит, дальше нам с вами нужно еще красное винцо. Я так понимаю, любого качества. А это у нас что? А это у нас брага, по-моему, ягодная, если не ошибаюсь. Но вино сейчас мы с вами тоже легко сделаем. Довольно-таки, я надеюсь, что легко. Так, пройдем здесь или возьмем, может быть, оно у нас есть. Хотя сомневаюсь, что есть. Мне кажется, как только оно готовится, сразу наш товарищ относится все в таверну к нам, поэтому, скорее всего, да. Скорее всего, с вами сейчас здесь не найдем ничего такого. Так, готовое вино, готовое... Не, нет, ну, сейчас сделаем, ладно. Ну, как сейчас сделаем? Мы поставим делаться вот тогда, а там уже как сделается, так и сделается. Красное вино, 20 штук за один раз. Так, как мы тут с вами крафтили ничего? У меня, правда, сейчас только золотые есть ведра, ну и хрен бы с ним. Сделаем золотое, без разницы, 20 штучек. Потом мы дадим, пускай отнесет все остальное в таверну. Все, создаем тогда здесь хотя бы одно. Ну, а так мы сами видите, там все потихонечку делают сами по себе и хорошо. Нам, в общем-то, этого хватает за глаза и за уши, поэтому... Смысла сейчас что-то там еще делать особо не вижу. Так, и тогда ждем, пока оно все доделается. Сейчас остальное все, наверное, выложу сюда тоже. Так. А, они не стакаются еще, в общем, беда, да? Ну, хрен с ним, ладно, место есть пока и нормально. Ну, а мы пока с вами, знаете, что сделаем? Мы пока с вами пробежимся в лагерь. Давайте заодно проведем, как там ребята наши поживают. Ну, как наши в лагерях выживают. Вот, и, возможно, построим им еще одно сооружение, еще одну палаточку. И тогда, скорее всего, нам с вами откроется, так сказать, знание, как делать, возможно, те самые кровати для этого лагеря или еще что-нибудь такое. Ну, я думаю, что да, там. Как говорилось в описании, что нужно будет прям чуть ли там не целую какую-то крепость построить из этого поселения в итоге. Так что довольно интересно, довольно забавно, мне кажется. Это будет все у нас происходить. Так, счастье 3 есть, отлично. Как раз нам с вами и нужно было. Что-то, типа, так. В смысле, опять кашляете? Да где ваши маски? Я не понимаю, что такое? Жесть. Так, давайте смотреть. Можем ли построить? Да, можем жилую палатку построить. Давайте так и сделаем. А, ого. Нифига. А, тут места еще есть. Я понял, но поставить могу или только так? То есть, вариантов у меня не то, чтобы прям супер много было, да? Как ее разместить? Ну, давайте одну здесь поставим, чего уж там. Оп. Так, заготовочка имеется. Давайте, я так понимаю, нам с вами нужно еще прям построить, построить ее. То есть, молоточком постучать по ней. Давайте это сделаем. Оп, пошло дело. Все, давайте у нас. Как раз только выспались, сил дофига. Можем работать в пути леса. И плюс палатка, отлично. Во, плюс два. Поставить палатку, все мы с вами сделали. И даже дорожка появилась, ничего себе, красота какая. Ну что ж, давайте поговорим там, как он там, Маркис или как его зовут? Товарищ, подожди. Вот, да-да-да, Маркис. Великолепная работа. Мы ценим это, друг мой. Особенно сейчас, когда запасы свежей воды на исходе. Рад, что казался полезен. Я попросил старого дворецкого сообщить моим друзьям в городе, что мы готовы принять их. А одной дополнительной палатки недостаточно? Достаточно? Не уверен. В поисках инквизиции десятки имен в списках. Тогда я установлю еще одну. Хорошо, но у нас также ощущается недостаток еды, а новые беженцы лишь усугубят его. В таком случае, вам не обойтись без огорода для выращивания овощей. Похоже, нет трудностей, которые вы не смогли бы преодолеть, хранитель кладбища. О, да, я на все руки мастер прям. Так, а теперь нам нужно построить, срубить огород, построить еще одну палатку. А огород где мы должны построить? В смысле? А, еще плюс тело. Ну, пускай там поваляется. Так, да и смотри, жилая палатка, забор для огорода. Нам нужны доски, нам нужны чурбаны. И нам, ну, счастье, понятное дело. А, вот, кроватку, получается, нам дали, как бы, да? Новый беженец. То есть, будет счастье, и можно будет создать еще одного нового беженца. Вот оно еще. Каждая, короче, палатка, видимо, дает эти кроватки, я так понимаю. Все, тогда ничего крафтить не нужно. Ну, то есть, просто крафтим, и появляется новый беженец. Мы их, так скажем, сможем приглашать. Я понял, ладно. Ну, что ж, надеюсь, для огорода здесь тоже отдельное место прям отведено. Возможно, это здесь. Тоже довольно... Тут так-то много мест, на самом деле, еще для всякого разного. Прям реально можно целое небольшое какое-то поселение сделать интересное. Будет круто, я надеюсь. Так, еще раз с едой, кстати, давайте проверим. Может быть, им еще принести надо? А, не, пока нормально. Так, нам нужны, короче, сюда чербаны еще и доски, да? Принесем все это добро. У нас там, по-моему, тоже на складе валялось дофига больше, так что проблем не будет. Ну, раз уж мы сами здесь мимо пробегали, давайте, наверное, зайдем, посмотрим, что там по винишку. Может быть, готово, тогда с вами книжку сделаем. Да и отправим ее тоже нашему ослику. И, глядишь, какие-то там нам новые интересные квестики подкинет тоже, которые мы, естественно, с удовольствием с вами выполним. Да, вино готово, отлично. Сейчас тогда сделаем. Так, я тут по пути набрал всякого разного еще добра, надо куда-то выложить все это дело. Ну, у нас это здесь, по-моему, как раз лежит. Да, вот яблочки забираете. Наверное, пока больше ягоды тоже заберите. Это я все вам здесь принес. Так, это мне надо будет. Цветочки, по-моему, у нас как раз-таки в алхимической нашей лаборатории лежат. По-моему, мотыльки тоже туда же складываются. Ну, ладненько, давайте будем пробовать сделать тогда. Значит, так, книженцы, книженцы. Все, у нас с вами все есть, нам одна книжка нужна. Пошло дело. Как там она называлась? Тысяча поваренных рецептов? Тысяча и один поваренный рецепт. О! Наш дружище змей пошел. Сейчас, потому что как раз-таки его день наступает. Вот, да. Так, хорошо. Венцо я отдам сразу, чтобы тащили к нам тогда в таверну, пускай продают. У нас, напомню, тоже все это дело автоматизировано. Мы просто складываем сюда и да куда угодно. Хоть сюда и, видите, уже товарищ понес сразу же его. Ну что ж, а мы с вами, получается, сейчас отнесем, наверное, ослику тогда, я думаю, да, книжку отдадим. Ну-ка, давайте хоть на нее посмотрим вообще, что получилось-то. Книга рецептов 50 способов приготовить ртатуи, да-да-да-да-да, из овощей кошек. Жесть какая. Звучит, так сказать, не очень аппетитно, но... Главное, чтобы им нравилось, как говорится, да? Так, держите вам вашу книжку, которую просили. И, наверное, он к нам приедет еще раз. И, возможно, какие-то новые квестики. Ну, либо нужно будет опять морковки положить, чтобы он к нам приехал. Ну, посмотрим. Тем временем здесь у нас на огороде тоже дело творятся. Вот лучка стало побольше. Можно, в принципе, его... Из него ящики сделать. Пускай там тоже потихонечку на торговлю доска. У нас вроде бы все для этого есть. Так, опять я сел приехал. Слышал звук, как будто бы приехал. Ну, вроде бы морковок уже больше не было. Подождите-ка. А, вот он уезжает. А, он... Он, типа, забирает, видимо, да? Я так понимаю. Опа! Получить записку на следующий день после прибытия ослика. На следующий день после прибытия ослика. Ладно, это, видимо, явно не сейчас. Но, по идее, он на самом деле ничего не привез. Ну да, так и есть. Просто забрал то, что мы ему оставили в этом ящике. Так, ну давайте-ка сейчас туда к этим ящикам, к нашим, да? С товарами. Вот, да, можем делать. Доски как раз-таки нам нужны, гвозди нужны. А туда мы с вами должны в лагерь утащить доски, как раз-таки. И чурбаны сейчас мы с вами их наделаем тоже тогда сразу же. Так, а сколько мы можем здесь сделать? Два ящика. Ну давайте, что бы нет. Пускай там вниз упадут, их там расставят как раз. Как надо, я думаю. Так, готово. И еще вот таких тоже можем два ящика сделать. Давайте сделаем, почему бы и нет. Там еще, по идее, скоро партия будет готова у нас. Лучка. Или уже готова. А, она уже готова, получается. Но нам, я так думаю, не хватит, скорее всего, да? Ну да, сейчас немножечко не хватает. Ну ладно, нам это не нужно. Так, давайте тогда сейчас так сделаем. Мы с вами займемся все-таки... Все-таки вот этим, в конце концов, там золото всякое разное есть. Займемся мы с вами тогда немножко лагерем. Сейчас я... Да где у меня там все это лежало-то, блин? Видимо, в этом ящике, да? Да, вот чурбаны есть, доски есть. Но я, наверное, еще покрафчу тогда. У нас, в принципе, дров дофига и больше этих. Сколько нам надо? Я не помню, сколько там. Ну, тридцатку сделают с собой, вытащу тут. Думаю, хватит. Так, ну вот, наделали быстренько и хотя бы немножко места освободили, чтобы они могли там еще притащить нам дерево. Ну, а мы с этим добром сейчас тогда с вами уходим в лагерь. Мы с ним можем туда телепортироваться, в принципе. При помощи нашего замечательного... Замечательного штука. Так, лагерь беженцев. Опа, здрасте. Ну что, 2,50, 2,79. Уже у них счастье здесь есть. Давайте сразу все скинем. Пригодится потом еще там. Чтобы постоянно с этим не бегать, тоже, да? У нас здесь будет немножко материалов. Стройматериалов лежать, естественно. Так, мы можем с вами забор для огорода сделать. Давайте. Давайте. Опа. Ага, ну и нам, конечно же, нужно немножечко, так сказать, ручного труда теперь совершить. Постучать молоточком. Мне, кстати говоря, нравится наш рацион. Сами знаете, мед, брамотухи всякие там эти медовухи, или как там называются они. Браги, браги, да? Отлично. Как он вообще выживает до сих пор, непонятно. Но, видимо, только так и выживает. Так, ну что ж, наверное, довольно большой... Да, хороший огород. Да, если огород прям вообще хороший. И даже здесь какие-то еще, видите, тропинки куда-то ведут. То есть, возможно, даже здесь еще и здесь что-то еще будет построено большое такое. Ну да, тут мест действительно довольно много на самом деле, поэтому, возможно, все будет задействовано. Но тем интереснее будет наблюдать за этим. Так, ну что ж, огород мы с вами сделали. Я думаю, что они теперь здесь будут работать, пойти. Ты что-то... Нет, ты не идешь работать. Ты идешь посидеть на бочке, я так понимаю, да? Хорошо. Но нам с вами нужно опять ждать, пока тут у них что-то дело будет. Я имею в виду счастье, конечно же. И мы с вами сможем построить еще одну палатку для них. Опа! Вот и ослик нам подъехал. Пока водичку добываю немножечко. Давайте-ка посмотрим, что там нам привез он такое. Так, 10 ведра. Ну ладно, я думаю, 11 пока хватит. Нужно будет воды потом принести, а то у нас там внизу она быстро заканчивается, где наши ребятки там как раз-таки варят нам всякое разное. Я выпивку всякую. Так, ну давайте. Что у нас здесь? Революционное послание 1. Так. И что же за послание такое? Как-то можно это посчитать? Использовать. Слава ослиному народу. Крысиный вождь не умеет читать, но картинки в твоей книге рецептов ему понравились. Отлично. Так что он вырвал их из книги и сожрал. Угу. Окей. Второе. Яблок оказалось слишком мало. Ослы передрались много жертв. Но они оценили твои усилия. Таким образом, первая фаза подготовки была признана президиумом Ик-Поп успешной. Продолжаем. Ты получишь через ящик украденные банковские чеки и ювелирные изделия. Ээээм. Так. Придумай, отправь нам афоризмы. Вроде денег мы вложим их в письма вместо чеков и украшений. А, вреди денег. Господи, я думаю, что такое. Также продай украшения и отправь нам деньги. Они послужат нашему великому делу. Они же только что заявили, что деньги это зло. Но ты прав. Деньги это зло. Так. Эээм. Поэтому можешь деньги оставить себе. Отправь нам 5 веры, что ли? Чтобы поддержать нашу веру светлое ослиное будущее. Скрестим хвосты. Если этот их икпуп не заплатит мне за помощь, подложу ослу отравленную морковь. Так. Афоризм на вреде денег. Вы открыли новую технологию и получили знания. Создать афоризм на вреде денег можно прочитать. Не шедевр, зато написан с душой. Я понял. Но довольно забавно на самом деле. Нам нужно отправить им 5 веры всего лишь на все. У нас там этой веры внизу столько, что прям закачаешься. И, видимо, эти самые листовочки сделать, да? Так, вера, по-моему, здесь. Во-во-во-во, да-да-да. Прям хоть сейчас могу отправить. 5 штучек всего нужно было, поэтому давайте сложим туда сразу же. Почему бы и нет? Так, я так понимаю, у нас с вами вот этот вот, назовем это артефактом, да? Так и останется. Революционное послание номер один. Надо куда-то сложить его. Вон какой-то ящик для него придумают тоже. Так, держите. Веру, так сказать, светлое будущее. И афоризмы мы, конечно же, придумаем. Ну, давайте глянем на рецепт тогда. Что там, из чего она делается? А, так у нас все есть прекрасно. Истории есть, выдуманные нами, да, с серебряной звездочкой. Первый чернил по-прежнему есть. Ну, и бумага, конечно же, тоже есть. Ну, давайте. Погнали за работу тогда сразу же. Никак, блин, не могу дойти до деревни и поговорить с жителями. Все, во-первых. Ну, да ладно, это тоже довольно все интересно. И до того тоже доберемся, естественно. С вами выполним обязательно. Так, давайте на место отправим сразу. Опа. Все, пускай приезжают, забирают. По идее, он это будет делать ночью. Как раз таки. Ну, сейчас, в принципе, не можем вот до деревни и добраться, в общем-то. Но я хотел здесь воды еще добавить. Потому что, видите, он уже не может приварить. Потому что, как бы, нет водички. Так, ну, давайте. Все это дело в воду перегоним, естественно. 220 воды. Ну, какое-то время им хватит этого добра поварить немножко. Во, все, пошло сразу дело, видите. Так, я только что сюда пришел и уже слышал, как ослик приехал. Ну, видимо, забирает все штуки эти необходимые. Чего пришел сюда? Я пришел говорить с местными. Я не помню, где этот фермер живет. О, квест прилетел. Получить записку на следующий день после... Ну, понятно. Получим. По-моему, здесь где-то живет он, да? Товарищ фермер, нам надо ли с сыном поговорить? Еще с кем-то? Вроде бы ты где-то здесь был, если не ошибаюсь. А, мы же можем по карте глянуть, что я тут бегаю-прыгаю. Так. Вот вроде бы здесь. Да-да-да-да. Вроде бы как раз-таки мы с вами правильно идем. Правда, вечереет как-то. А вот он. Вот он. Здрасте. Приветики, сын фермера. Да-да-да. Драсьте, не поговорим. Надо дела сперва закончить. А то папка рассердится опять. В ампире. Может быть, хоть у него что-то узнаем. У меня к тебе несколько вопросов, мальчик. В ампире? А вы обещаете не смеяться надо мной? Отец, дядя, соседи, они все не верят в меня и смеются. Я обещаю быть предельно серьезным. В ту ночь папа и дядя Мельник пили у дяди его пшеничные виски. Я был дома один, и тут какой-то человек пролез через окно. Я сперва решил, что это пьяный папа. Я даже окликнул его, но он, он как будто не услышал. Любопытно, продолжай. Я понял, что это не папа, и спрятался под одеяло. А он, он, он просто ушел. Пожалуйста, не смейся надо мной. Все смеются в этот момент. Может быть, это любовник той дамочки просто перепутал дома? Не переживай, в Т-15 я бы тоже перепугался до чертиков. Ох, спасибо вам огромное, только мне 22. Так, не смеемся, не смеемся. Не смеемся. А, все, да? Это все, что мы узнали? Просто, что к нему залез какой-то мужик голый, возможно, и вылез обратно? Ясно, очень полезная информация, спасибо. Так, ну ладно, сейчас уже будет ночь, пока мы там с вами добежим. Да, Роза, я, честно говоря, даже не помню, где она живет. Но где-то, возможно, там. И, скорее всего, мы ее уже не достанем. Сейчас побегаем, конечно, немножко подерем, мне вдруг повезет. Но если что-то, мы уже тогда в какой-нибудь другой день с ней поговорим. А, вот она, кажись. Подожди, не уходи спать, только ты, да? Да, Роза, отлично. Спросите вампиря. Давайте поговорим с ней тоже. Роза, тот вампир, что напал на тебя. Могу я? Он пил мою кровь. Ох, я тебе сочувствую. Ну, пожалуйста, не так громко. Правда, получилось потрясающе и зловеще. Я много часов вырепетировал эту фразу. Ну, ага, тебе надо играть на сцене. Так, ты мне не расскажешь парочку деталей? Он заманил меня в коровник, подражая мычанию беременной буренки. Он схватил меня, начал пить кровь, вот потом... Ну, потом внезапно все выплюнул. Чего? С возвращением. И знаешь, это было довольно оскорбительно. Если бы муж был дома... А потом? Он сказал, вторая, опять вторая группа. Да вы как будто издеваетесь все. И убежал. Ясно, ампир, который ищет свою группу крови, что ли? Это довольно интересно. Спасибо за помощь. Большой телят. Твоим коровам? Так, ладно. Ну, хоть что-то мы узнали. Что вторая группа крови, видимо, не его. Конек. О, кстати, опять едет. Видимо, к нам что-то забирать. А мы сейчас его обгоним давай. Если мы сейчас такие. Опа. 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 Милый дом. Так. Давайте-ка посмотрим. Он там что-то нам оставил или еще на следующий день будет забрать. Только сейчас проверим как раз таки. Ага, что-то есть. Ну, давайте заберем тогда. И кто сказал, что революция не приносит прибыль? Купец с радостью скупит все это барахло. Так. Банковские чеки и ювелирные изделия. Угу. Угу. Столько нулей, к сожалению, чеки именные. Интересно, сколько денег ему нужно будет? Я думаю, что он сейчас приедет и скажет нам как раз таки. Возможно. Или мы сейчас можем это глянуть даже. Давайте-ка проверим. О, Слик, ты где тут? Получить записку у нас есть? Нет, надо записку получить. Я понял, хорошо. Если скажешь, что нам денег нужно немного, то мы, скорее всего, с вами сможем отдать. Потому что у нас как бы сотня золотых-то есть. В общем-то, на кармашке. Ну, а изделия пока полежатим здесь. С остальными. У нас уже вот одно есть, наше собственноручное сделанное. Сейчас будет второе. Ну и давайте, наверное, чеки тоже сюда бахнем. Чего бы нет. Пока здесь лежат. Хотя нет, чеки, наверное, вниз уберу все-таки. Пока что там к остальным запискам, бумажкам и так далее. Ну что, друзья, мы с вами довольно много всего интересного сегодня узнали. На самом деле, что вампир не пьет вторую игру по крови почему-то. Ну, видимо, такой вот особенный вампир. Немножко помогли лагерю. Кстати говоря, вот новый квестик прилетел еще. Взять записку из ящика для контрабанды. Окей, это мы с вами возьмем обязательно. И, конечно же, узнали много всего интересного про осла. И в том числе про его партию. Эту самую. Ослиную и так далее. Продолжим в том же духе. Я думаю, дальше будет так же весело и интересно. Но на сегодняшний день мы потихонечку заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчик. На самом деле, увидимся. Всем до скорого. Им пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok